Дарья Кравчук 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 Говоря про современную ведьму, всегда надо учитывать разницу в культурах, особенно когда дело касается восточных ребят. Ассоциативный ряд у нас зачастую разница в корне, а стереотипы работают совершенно другие. Как по мне, так я вижу в байонете сильное присутствие талисманов и оберегов в качестве аксессуаров. Даже очки дают определенный вайб в сторону магии и оккультных тематик, намекая на интеллектуальность и начитанность. Да, звучит банально, но такие мелочи не стоит упускать. Концепт-арт, как и дизайн в целом, всегда дает самый простой ответ в погоне за ощущением или функционалом. Далее дизайном занялся 3D-художник Кеничиро Яшимура, который должен был представить дизайн Шимазаки в виде игровой модели. Ему предстояло реалистично нарисовать длинные ноги, изящную голову и, как он сам выразился, красоту женственных изгибов байонеты. Собирая референсы, я изучал фотографии иностранных моделей, и мне даже попадались девушки с такими же пропорциями, как у байонеты. Я решил использовать карты нормалей, чтобы на самой модели появились реалистичные складки и различные выпуклости. Что привело к... В общем, я очень хотел, чтобы обратная сторона героини вышла идеальной. Возможно, это мой фетиш. Яшимура хотел, чтобы при первом взгляде на байонетту становилось понятно. Это очень красивая женщина, но при том опасная. Лицу ведьмы он хотел придать естественную красоту, но в итоге все равно обратился к Шимазаке, чтобы проконсультироваться насчет макияжа, так как сам вообще в этом не разбирался. Окончательная модель получилась практически достоверной копией первых набросков. Все линии, узоры, изгибы с концепта арта удалось перенести на модель байонеты, которую потом и увидели игроки. Тут важно помнить о рабочей культуре. Если я правильно понимаю ситуацию в восточных студиях, а к ним относятся и Platinum Games, то так называемая Chain of Command, она же рабочая иерархия, в них представлена на другом качественном уровне, в отличие от наших или западных студий. И я прямо вижу перед глазами 3D-художников, которые считают вопросом чести любой ценой передать изначальный дизайн со всеми его нюансами. Кстати, по этой теме у нас есть курс, где наши преподаватели научат концепту в связке с 3D, что помогает и концептеру, и моделеру работать эффективнее. Все подробности по ссылке в описании. Так вот, когда модель попала в руки аниматорам, им поставили задачу сделать самый ураганный экшен, что когда-либо появлялся в играх. Анимации должны были быть одновременно быстрыми, стремительными и по-своему изящными. В конце концов, ощущения от сражений в ведьминском слэшере не должны были ни в чем уступать главному конкуренту, серии Devil May Cry. Работая над анимацией, особенно для экшен-игры, в голове необходимо держать две вещи. Игрок должен чувствовать отклик, и особенно ему должно быть весело. Но можно ли за всего несколько кадров убедительно показать, как удар набирает силу и попадает в цель? Чтобы подчеркнуть контраст женственного облика Байонетты и ее боевых способностей, мы дали ей более мужские, мощные приемы. У Байонетты в запасе оказалось немало разных приемов, включая такие экзотические, как пыточные атаки. Призываемые на поле боя железная дама, гильотина, надгробие и бензопила не только выглядели эффектно, но и подчеркивали садистские нотки в характере героини. Кроме того, Байонетта прекрасно владеет приемами ближнего боя и разным огнестрелом. Самое известное ее оружие – четыре револьвера ярмарков Скарбора. Два из них героини держат, как полагается, в руках, а еще два встраиваются в ее каблуки. Получается эдакий дизайн от абсурда. Формально он обоснован сюжетно и геймплейно, но на практике получается нереалистичный, хотя и привлекательный концепт. Такими каблуками и убить можно. Каблуки являются неотъемлемым атрибутом сексуального дизайна. И придание этому высокосексуализированному атрибуту женской одежды функционального обоснования все-таки углубляет эффект, которого хотела добиться команда художников. К тому же это все-таки сочетается с длинными конечностями и волосами. Все это в нашей реальности является стереотипным описанием общепринятого идеала красоты и сексуальности. И тут неудивительно, что все эти элементы были, так сказать, милитаризированы. Револьверы ярмарков Скарбора названы в честь старой английской баллады. В ней рассказывается история двух влюбленных, которые дают друг другу невыполнимые задания. Важное место в лирике занимают четыре травы – петрушка, шалфей, розмарин и тимьян. Так револьверы и прозвали, а дизайнер оружия Муниюки Кутыгава постарался это обыграть. Ведьм и травы многое связывает, эта тема даже слегка упоминается в сюжете игры. На каждый револьвер я добавил драгоценный камень, который цветом соответствует цветку растения. Байонета использует эти камни, чтобы призывать патроны. Игрокам не видно, но внутри самоцветов спрятаны пули. А под рукоятью каждого револьвера висит нарисованная Шимака подвеска, дизайн которой тоже отталкивается от соответствующей травы. Также Кутыгава обратился к методу, позаимствованному из большого кино. Револьвер из бегущего по лезвию и бластер Хана Соло из Звездных Войн выглядят фантастичными, но правдоподобными, потому что отдельные части оружия кажутся знакомыми зрителю. Вот и Кутыгава, прорабатывая дизайн револьверов Байонеты, отталкивался от реальных пушек. Из всех дизайнов, над которыми я работал, Ками Исану приглянулся именно тот, что основан на Деринджере. Наверное, это из-за того, что великие умы мыслят одинаково, подумал я. Наверняка он увидел, что такая конструкция располагает к быстрой стрельбе и понял, что это простая, но мощная пушка. А он, этот дизайн будет горячо смотреться в женской руке. Мда. Для сиквела визуальный стиль игры и образ самой Байонеты сильно переработали. У серии сменился геймдиректор, Хидеки Ками отвечал только за сценарий, а режиссировать игру взялся художник Юсуки Хосимото. Он понял, что важной темой Байонетта 2 станет вода, а значит и цветовые акценты должны были сильно поменяться. Хосимото обратился к Мариши Мазаки, которая и в первой части отвечала за образ Байонетты, но сразу сообщил, что на смену страстному красному цвету пришел более спокойный синий. Синий не настолько пронзительный цвет, как красный из первой части. Он приятно воспринимается глазами, поэтому попытки заставить его выделяться на фоне множества текстур и цветов в игре доставили мне немало головной боли. А еще мне пришлось искать баланс между синим, черным и серебряным. Эти цвета были определены сразу, что тоже непросто. С тех пор, как мы решили, что Байонетта должна носить отпадный черный костюм, перед нами встала большая проблема. Как сделать его выделяющимся? Костюм Байонетты из первой части усыпан гривами и изогнутыми линиями. Но для сиквела Шимака хотел создать более солидный образ, поэтому заменила узоры на прямые линии. По этой же причине пропал и вырез на груди. Его сменила строгая накидка, опоясывающая плечи героини. Впрочем, со спины она ничего не опоясывала, поэтому там вырез и остался, да и бедра оголились сильнее. Самой радикальной переменой в образе Байонетты стала прическа. Роскошные длинные волосы заменили короткой стрижкой, которая придавала мужественности. На такое Шимазаки отважилась не сразу. Только посоветовавшись с Хосимото и Камией, она решила, что Байонетта не из тех девушек, что появляются со старой прической в своем же сиквеле. Револьвером ярмарка в Скарборо пришел на смену новый оружейный квартет «Любовь печальна». Ну или «Синяя любовь», тут смотря как переводить оригинальное «Love is blue». Название на этот раз позаимствовали у французской песни 1967 года, в которой эмоции описывались с помощью цветов. Поэтому Мария Шимазаки снова нарисовала револьвером цветные подвески. Только на этот раз их дизайн и цвет отталкивался не от соцветий, а от соответствующих эмоций. Я думаю, что цвет пистолета по второй части связан в первую очередь с банальным цветовым акцентом, который должен привлекать игрока или зрителя к наиболее опасным и значимым участкам в дизайне. А возможно, дело было и во внешнем влиянии со стороны нового издателя и новой платформы. Нинтендо просто могла поставить перед фактом, что в игру нужно добавить цвета для соответствия бренду Wii U. Образ Байонетты устоялся и полюбился многим игрокам на всех платформах. С ним не решаются бороться даже относительно семейные издатели. Когда Platinum Games портировала первую Байонетту на Wii U, художники студии решили нарисовать дополнительные фирменные костюмы для героини. Наряды Пич, Дейзи, Самус получились в меру сумасшедшими, но соответствовали и образу Байонетты, и духу Нинтендо. А вот с зеленой туники Линка издатель попросил добавить вырез на груди, иначе костюм не подходил раскрепощенной героине. Облик Байонетты по-своему абсурден. В нем сочетаются и черты сильной женщины, и разнузданная сексуальность, характерная для более старых игр. Сильную женщину всегда нужно рассматривать в контексте культуры. Высокая белая барышня с оружием, одетая в какой-то мере парадоксально, на грани с BDSM штуками, но при этом достаточно скромно в плане открытого тела, возможно является в глазах автора воплощением его идеала сильной женщины. Но в то же время в наших широтах, услышав такое описание, все начинают представлять себе Зарю из Overwatch. А возможно, вся эта штука с сильной женщиной вообще всего лишь ответ на критику дизайна. И изначально задачей было просто нарисовать сексуальную ведьму. Расскажите в комментариях, понравился ли вам формат с разбором дизайна персонажей. И если было интересно, поделитесь, о ком еще вы бы хотели послушать или прочитать в нашем паблике или телеграм-канале. Там каждый день выходит контент о геймдеве и кино. Еще у нас есть канал XYZ Live, где мы делаем стримы с гостями из индустрии. Ну и конечно же наши курсы. Сейчас идет наборное обучение концепт-арту, где вас загрузят навыками от подбора референсов до технического воплощения. А для тех, кто хочет создавать футуристичный дизайн, курс Hard Surface. Он для тех, у кого уже есть опыт моделирования. Ну а для вас рассказывали Дарья Кравчук, Юрий Кулагин, Александр Рыбаков, Ксения Дворецкая, Игорь Максимов и Арте Миллионов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok